И вся эта история с Грузией, она потрясающая, она такая показательная, наконец-то хоть мы перестанем верить в то, чем нас заморочили. Кстати, про грузин, напоминаю, три года назад я сказал, НАТО, видимо, очень необразованное. Если оно хочет, это НАТО, хочет, чтобы Грузия вступила в НАТО. Они могут одеть грузинскую армию? Я говорил три года назад, в Грузии никогда не было армии, в Грузии был хор. Если их одеть в НАТОвскую форму, это будет хор в НАТОвской форме. Смотрите, это же потрясающе. Они, наши танки, их танки, одного производства практически, потому что они с Украины получили. И когда войска российские пошли, их танки повернули, и грузины бежали от собственных танков. Им сейчас вот пришли авианосцы, привезли оружие и памперсы. Новые памперсы такие, хорошие будут. Ну, вы знаете, что в Грузии сборник тостов и Конституции одна и та же книга. Кстати, слово Грузия произошло от давнишнего словосочетания «Горная Русия». Но этого тоже никто сегодня не упоминает. А родители с детства заставляли Саакашвили соблюдать режим. Именно тогда у него родилась мечта, чтобы весь мир узнал про режим Саакашвили. А в детстве Саакашвили мечтал стать таксистом. В итоге таксистом не стал, но желание бомбить у него не пропало. Не, я постебаюсь на эту тему по полной программе. А еще, как сообщили из достоверных источников, в детстве это никому не говорите. Ему не хватало женского тепла, поэтому вместо материнской груди он сосал отцовский галстук. А недавно Саакашвили пришел к ясновидящей, и она закричала, что видит у нее над головой длинный луч астрального света. На что Саакашвили гордо заметил, что это не луч света, а поводок из Вашингтона. Теперь я хоть понимаю, что означает кавказская овчарка. И наконец, и наконец, как донесла разбедка, Саакашвили отправил руководству НАТО 10 тысяч бутылок грузинского вина для согрева. По расчетам Саакашвили, при нагревании НАТО начнет расширяться. Ну, а Европа не останется в долгу, и в ближайшее время будут сняты фильмы. Грузинский пациент. Фильм про Буша и Саакашвили адвокат дьявола. В США вестерны будут теперь переименованы в кавкастерны. Выйдет на экраны фантастический триллер «Человек-грузин». Вторая серия «Рэмбо-5» «Последний боржоми». Фильмский кобидзе «Миминатор». И спасение рядового Гоги. Как мне Ваша реакция нравится? А на премию «Оскара» будет представлена лента «13 Генанцвали-Оушена». Фильм про грузинский боевой отряд «Спецнос». Кстати, там сейчас новые крылатые, извините, носатые ракеты будут. А Николаю Саркози, говорят, Медведев сейчас удостоверение выдает инвалиды России. Ну, чтобы он льготно летал все время в Грузию из России. Там, кстати, говорят, в Грузии сживательная резинка новая выпущена в виде галстуков Саакашвили. Он же звонил Бушу Саакашвили, говорит, почему не поддержал, обещал поддержать, если русские вступят в войну. Говорит, почему бомбить не стал Россию? А Буш ему честно сказал, говорит, из-за нефти я бы мог, но из-за боржоми. Я понимаю, почему страны Балтии поддерживают. Дело в том, что поводок-то один. И вот интересно, я шел однажды по улице в Юрмале, и идет навстречу мне женщина с таксой. Мерзейшее существо. Визгливое. И она так бегает вокруг хозяйки, и вдруг за забором док, красавец, эта такса мгновенно к хозяйке прижалась, а хозяйка сразу раз на поводок ее. И какая перемена вот у этого мерзейшего существа. Она лаять надолго начала. На поводок взяли. Отпусти поводок, они лаять не будут. Эти страны. Они на поводке, поэтому они лаят. Их шесть стран, которые шавкают на нас. Их шесть. Польша, Грузия, Украина, Латвия, Литва, Эстония. Знаете, как они называются? Большая шестерка. Бедные вот эти ведущие страны старой Европы, они понимают, с Россией нельзя ссориться. Они поднялись на российском газе. В советское время Европа почему так хорошо жила? Да потому что русские, потому что Советский Союз поставлял за бесценный газ. Вот она и поднялась. А сейчас она беднеет, потому что назначили нормальные цены. Германия, Франция тянут на себе всю эту большую шестерку. И они в ужасе, когда заставляют какую-то блокаду делать. Какая блокада России? Ни Франция, ни Германия не пойдут на это. Знаете почему? Они уже воевали с Россией. Они уже знают, чем это кончается. А вот Англия, она всегда подзуживала. Всегда подстрекала. И сегодня только они решили отомстить все-таки России. Несмотря на то, что никакие меры против России не были приняты в Неверсоюзе. Англия страшно нам отомстила сейчас. Я не знаю, вы видели эти репортажи? Они не послали военный ансамбль волынщиков к нам. Вот это месть. Вот такой мести никто не ожидал. Но страны большой шестерки откликнулись. И некоторые другие откликнулись. И тоже решили по-своему противостоять России. И устроить свою блокаду. Польша в стиральные порошки, которые поставляют в России, не будет больше сыпать синие гранулы. Еще в Польше обещали вырезать из фильма «Четыре танкиста и собака» всех русских персонажей. И фильм будет называться «Два польских танкиста и один грузинский». В Испании запретят концерты «Монсеррат Кабалье», потому что она фигурой напоминает матрешку. Греция на лысо побреет шубы. А правительство Греции заставит певца Демиса Русоса сменить фамилию на Демиса Грузиноса. Чтобы еще сильнее раздражать русских, эстонцы договорились говорить в два раза медленнее. Бельгия, Бельгия, Бельгия развернет фонтан, писающий мальчик в сторону России. США в знак протеста потребуют вернуть из России в Колорадо всех колорадских жуков. Но самую страшную месть замыслила Украина. Она забросит на территорию России фотографии Ющенко без грима, который светится в темноте. Россия заявила, что подобных инсинуаций терпеть не будет. И поэтому ответит адекватно. Уже в ближайшее время российское правительство пошлет в Англию 500 балалайшников. Полторы тысячи лошкарей. И восьмитысячный ансамбль победителей конкурса «Играй гармонь». Причем все будут играть на расстроенных инструментах на улицах Лондона по ночам. Дальше я боюсь вам говорить честно. Решено также в Грузию... Не могу... Выслать все памятники Церетели. Вот тогда грузинам действительно не хватит своей земли. И, наконец, предупредить США. Если Грузию возьмут в НАТО, Россия пригласит в СНГ Китай. Запад вообще, чтобы вы знали, после Второй мировой войны понял. Окончательно славян нельзя завоевать. Почему? Славяне непобедимы, потому что у них животная любовь к родине. А как лишить славян любви к родине? А сделать такой их жизни, чтобы они все захотели стать торгашами. Потому что у торгашей нет родины. У торгашей, где прибыль, там и родина. Вот сегодня говорят, двойные стандарты. Нет у них никаких двойных стандартов. У них один стандарт. Где бабки, там и правда. Один стандарт. Вот русская сказка «Колобок» уже предупреждала. Это как предупреждение о том, что может случиться. «Колобок» любит читать родителей детям. А ведь сказка абсурдная. Вот за что она может нравиться? Кусок хлеба по пыльным дорогам вообще. По первому плану, ну, совсем какой-то шняга вообще. Кто его захочет в род взять? А смысл-то в другом. В русских сказках совершенно есть такой тайный смысл, который когда разгадаешь, понимаешь, почему так нравятся детям. Дети более разумные. Взрослые более умные. Вот я, например, стал более разумным, когда стал прислушиваться к тому, что хочет дочь. И вот когда я читал ей «Колобок» сказку, я вдруг понял, о чем речь идет. «Коло» по-русски означало солнце. «Колобок» — это на боку вокруг солнца. Это земля наша. Ее испекли баб и дед. Баб и детка. Детка и баб. Бабка и дед. Вот. Что такое бабка и дед? Это две сущности творца. Мужская и женская. И покатился «Колобок». Они его высушили, четырьмя стихиями обработали. Все очень точно. И покатился по орбите «Колобок» земля наша. Встретился и волк, и медведь, и агрессия, и война, и конфликты. Все пережил «Колобок». Кого не пережил? Падлу рыжую торговку лису. Я не имею в виду Тимошенко. Я вообще про Украину боюсь шутить. Сбываются шутки. Я три года назад, три года назад про Тимошенко сказал. Это бледное с косой за Ющенко еще придет.